МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ТНТ события дня. О самых важных и интересных новостях Вологды расскажу вам я, Юлия Савинцева. И коротко о главном. Весенняя призывная кампания началась сегодня в стране. Уникальный инвестиционный проект в Вологде готовится к открытию ботанический сад. Весенняя призывная кампания началась сегодня в стране. На Вологодщине уже открылись городские районные призывные комиссии. До 15 июля комиссии региона пройдут свыше 6 тысяч юношей. Первая партия новобранцев отправится в войска уже в 20-х числах апреля. В Вологде призывные комиссии пройдут свыше 2 тысяч юношей, у которых специалисты проверят состояние здоровья, в том числе психического, уровень образования, семейное положение и так далее. Часть юношей получат отсрочку от армии, еще часть – белые билеты, а более 450 вологодских призывников, годных к военной службе, наденут армейские сапоги. Как и прежде, в Вологжане будут направлены в сухопутные войска в Западном военном округе, в воздушно-космические войска, на Балтийский и Северный флот, а также во внутренние войска МВД. 10 юношей пополнят президентский полк. Кроме того, 5 вологодских юношей выразили желание пройти альтернативную гражданскую службу. Больше тысячи различных растений и сотни видов. Впервые в Вологде появился ботанический сад. Оранжерея площадью более чем в полутора тысяч квадратных метров расположилась за парком мира на Иршовском переулке. И готовится к открытию. Что ожидает вологжан, расскажем далее. История заключается в том, что в 96-м году я ее привез из Амстердама, а туда она попала из Костарит. И вот мы видим, как за ней ухаживали, какая она ровненькая и красивая. Здесь она попав в нашу российскую реальность. Видите, насколько сложно было ей жить и развиваться. Это растение юка растрата, одно из старейших в ботаническом саду. По сути, на верхушке этой пальмы должны быть листья, но местный климат не пришелся ей по душе. Специалисты долго ухаживали за растением, и в итоге пальма дала два побега, которые уже всходят рядом. И таких уникальных историй здесь сотни. В ботаническом саду Вологды на площади более чем в полутора тысячи квадратных метров собраны растения почти из 20 стран мира. Голландия, Занзимбар, Греция, Испания, Коста-Рика и другие. Появились и первые обитатели – змея, геккон, паук, птицеед, попугай. А в скором времени здесь будет и дом бабочек, и бассейн с карпами, и еще полтора десятка экзотических животных. На данный момент композиция состоит из порядка 400 видов растений, а всего растений больше тысячи. Потом экскурсионная программа будет очень широкая, и касаться надо будет не только растений, но и уголка бабочек с животными экзотическими. Плюс детям и школьникам будут передаваться практические навыки по посадке растений, по уходу, по ботанике. Ботанический сад будет полностью интерактивным. Здесь есть и учебный класс, и экспериментальная зона. Конечно, на этом работа не остановится. В планах руководителей проекта расширить зону сада, а в итоге войти в десятку лучших оранжерей мира. А сейчас инвестиционный проект уже является частью масштабного туристического кластера на Сонгород. Проект реализуется полностью за счет инвестора. Администрация города Вологды со своей стороны помогает в решении возникающих проблем, оказывает информационную и консультационную поддержку. Хочу отметить, что это уникальный для города Вологды и в целом для Вологодской области проект. И это объект не только туристической привлекательности, он несет крайне важную образовательную и воспитательную функцию. Ботанический сад должен стать еще одной точкой притяжения туристов в областной столице, которая сейчас активно развивает эту сферу. В прошлом году город посетили свыше 700 тысяч гостей. Ожидается, к 2020-му этот показатель достигнет миллиона человек. К тому же это и дополнительное отчисление в бюджет. Развитие таких инвестиционных проектов сегодня показатель стабильной экономики Вологды. А создание благоприятного инвестиционного климата – одна из приоритетных задач городских властей. И это удается. За последние шесть лет объем инвестиций в Вологде превысил 68 миллиардов рублей. Юлия Савинцева, Михаил Прищев, События дня. С первого апреля в Вологде стартовали общегородские зарядки. Проект «Семь чудес цвета» приобретет новое наполнение, а ученики девятых классов выбирают будущую профессию. Об этих новостях короткой строкой расскажем далее. С первого апреля в Вологде начались общегородские зарядки. Первое занятие состоялось сегодня утром в Кремлевском саду. Зарядки будут проходить там каждый будний день с 9.30 до 26 апреля включительно. Занятия по суставной дыхательной гимнастике проводят тренеры физкультурно-спортивного центра Вологды. А 6 апреля в 9 часов планируется масштабная общегородская зарядка. На площади революции принять участие в тренировке могут все желающие. Молодые архитекторы представили сегодня городским властям и экспертам предложение про инновации городского проекта «Семь чудес цвета». Были предложены новые арт-объекты, интерактивные зоны, а также идеи о переносе некоторых радужных пространств, как, например, это уже произошло с зеленой площадкой. Теперь она будет располагаться в сквере 825-летия. Напомним, проект «Семь чудес цвета» стартовал в Вологде два года назад. Тогда появилась синяя площадка под мостом 800-летия, фиолетовая на площади Чайковского, красная «Я люблю Вологду» на площади Бабушкина и еще несколько радужных пространств. В Вологде стартовали профориентационное тестирование для школьников. В этом году возможность определиться с будущей профессией получили свыше 2000 детей. Тестирование осуществляется с помощью специальной компьютерной программы. После процедуры каждый школьник получает на руки распечатки своих результатов и подробное объяснение того, как они расшифровываются. Далее учащимся рассказывают, как использовать полученные данные. При необходимости проводятся индивидуальные консультации вместе с родителями. «Ямочный ремонт и уборка улиц» о том, как сегодня поработали коммунальщики в нашей постоянной рубрике «Хроника благоустройства». «Хроника благоустройства» А сейчас мы прервемся на несколько минут и коротко о том, что ждет вас после рекламы. Режим ЧАЭС. В водные бассейны области попало катастрофическое количество дегидрогена монооксида. «Здоровый я, здоровый город» – масштабная спортивная акция прошла в одном из торговых центров «Кулаты». На ТНТ события дня, и мы продолжаем выпуск. С сегодняшнего дня в Вологодской области введен запрет выхода на лед водоемов, сообщает МЧС региона. Ограничение, скорее всего, введено в связи с попаданием в водные бассейны области катастрофического количества дегидрогена монооксида, а именно более чем 800 тысяч тонн. Это химическое соединение известно как универсальный сильнополярный растворитель и хладагент. Свою оценку произошедшему дал независимый эксперт «Аквариан», который подтвердил факт попадания химического соединения в водоемы области и отметил, что наибольшая концентрация дегидрогена монооксида отмечается в Вологде, Череповецком, Шекснинском, Кирилловском, Белозерском, Вытигорском и Вашкинском районах. В Великом Устюге предполагаемый ущерб может достигнуть нескольких миллионов рублей. Мы ждем комментариев экспертов-экологов и химиков по поводу влияния такого количества вещества на экосистему Вологодской области. Экспресс-проверка здоровья для всех желающих и занятия вместе с представителями спортивных и танцевальных клубов города. Масштабная акция прошла в одном из торговых центров Вологды в рамках проекта «Здоровый я – здоровый город». Его главная задача – показать, что здоровый образ жизни – это модно и доступно каждому. Энергии спорта зарядился и Егор Канавин. Артериальное давление – один из основных показателей работы сердечно-сосудистой системы. По статистике гипертонии, которая может вызвать серьезные осложнения, в нашей стране страдает почти половина взрослых мужчин и женщин. Поэтому контроль за давлением – правило номер один, чтобы сохранить здоровье. «Простые измерения, конечно, могут помочь. Сегодня, например, если мы померяем давление и увидим, что давление или пониженное в гипотензине, или повышенная гипертония, то есть человек уже поймет, что что-то не так и обратится уже непосредственно к врачу. И дальше он может помочь, чтобы заболевание не прогрессировало дальше». Здесь же, в интерактивном уголке здоровья, можно измерить силу сокращения мышцы, получить бесплатную консультацию у врача. Все это буквально на ходу, не тратя много времени. Акция проходит в одном из торгово-развлекательных центров Вологды в рамках масштабного проекта «Здоровый я – здоровый город». «Вместо того, чтобы идти в поликлинику, принять такую акцию, узнать давление, силу, получить рекомендации от красивых девушек, почему бы и нет». Диагностика – это одна составляющая здорового образа жизни. Спорт и постоянное движение – другая, причем обязательная. Возможности зрителям демонстрируют представители спортивных клубов и танцевальных студий. «Мы на одной сцене в торгово-развлекательном центре собрали самых ярких, самых таких вот спортивных, молодежных, интересных ребят, которые как раз показывают свое мастерство, показывают, что здоровым быть модно, что здоровым быть круто. И другие люди, вдохновившись именно вот этим показательным примером, тоже пойдут в секции и будут заниматься спортом». Вологодская молодежь выбирает здоровый образ жизни во всех его проявлениях. Танцы, цирковое искусство, художественная гимнастика, стрит-воркаут и даже эффектное выступление мастеров тэквондо, пробивающих прочные деревянные дощечки с такой легкостью, словно это хрупкое стекло. «Надо всего лишь поставить правильную технику, знать каким местом ударить и главное верить в себя. Если ты не веришь в себя, то ты эту доску не разобьешь никогда в жизни, то есть надо пробивать именно насквозь, как будто ее нету». «Я считаю, что такие проекты вообще очень полезны для нашего города, потому что он стремительно развивается в направлении здоровья, здорового образа жизни». Уже сейчас спортом постоянно занимаются 100 тысяч человек, то есть каждый третий житель областной столицы. И ряды продолжают пополняться, особенно активно после того, как глава Вологды Евгений Шулепов объявил о старте пятилетки здоровья. Поэтому и проект «Здоровый я, здоровый город» на этот раз будет особенно насыщенным. Интерактивные уроки и экспресс-проверки здоровья, открытые городские тренировки и зарядки, разнообразные соревнования и спортивные праздники на центральных городских площадках будут проходить в течение всего года. Егор Канавин, Максим Тышковец, События дня. А сейчас наш выпуск продолжит постоянная молодежная рубрика «Объектив. Сюжеты готовят ученики клуба молодых журналистов молодежного центра «Гарком-35». По традиции они расскажут о самых интересных проектах и событиях Вологды. Всем привет, с вами Мария Шулева. И я сейчас нахожусь в русском доме, где проходит седьмой IT-форум. Здесь собрались профессионалы своего дела, которые расскажут и покажут инновации в данной сфере. Расскажите, пожалуйста, вот у вас тут и роботы замечательные. Как вы именно управляете? С помощью смартфонов. На них ставится нужное приложение и поп летут, управляются. Я учусь конкретно в колледже связи. Там у нас есть кружок робототехники, поэтому все желающие могут ходить туда на занятия. Там вот стал заниматься и втянулся. Очень интересно. В данный момент здесь представлен еще такой проект, который дополнительно к этим конструкциям называется «Космический проект». Ну, который направлен на то, чтобы сделать, скажем так, образовательный процесс по изучению роботов более интересным, более понятным. Здесь есть семь, скажем так, спасательных миссий, которым дети должны в процессе изучения этого курса, должны, в общем-то, выполнить эти вот семь миссий. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на этом IT-форуме, что вы представляете? Мы изучаем основу строения кода, самих роботов, как они устроены, где можно их применить. Пишем программы различные на этих роботах. Вводим, сделаем. Дети сами берут какие-то детали, колеса, все приклеивают, скручивают, сами это пишут. Это очень интересно, с нуля это все сделать. Не просто купить машину какую-то, поиграть на пульте управления, а сделать все, что зависит своими руками. Данная программа, к сожалению, содержит лишь базовые команды для управления роботом, но это не мешает ему ездить. Расскажите, пожалуйста, про квадрокоптер. Трифон, отечественная разработка, компания «Гиоскан», для дезинской съемки, также и беспилотник, летательный аппарат, самолет, квадрокоптер. Имеет широкий спектр навесного оборудования, то есть можно и инфракрасный спектр излучения, можно газоанализаторы навесить на него, видео, фотосъемка. И все это можно получить в достаточно четких географических координатах для дальнейшего использования. Узнать что-то новое, пообщаться с IT-специалистами, поуправлять роботом – все это можно сделать здесь, на 7-м IT-форуме. С вами была Мария Шулева. Всем пока! Всем привет! С вами Егор Канавин. Это наша традиционная рубрика «Коротко по теме», в которой мы рассказываем вам, куда сходить и что посмотреть в нашем городе в ближайшее время. Сегодня в выпуске первый товарищеский матч по американскому футболу, общегородская зарядка на площади революции и музыкально-поэтический квартирник в молодежном центре «Горком-35». Внимание на экран! 2 апреля в Вологде впервые пройдет товарищеский матч по американскому футболу. На спортивной площадке детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 3 встретятся две команды – вологодские викинги и череповецкие носороги. Американский футбол для Вологды – новый и набирающий популярность вид спорта. Вологодская команда викинги существует с 2012 года. Сейчас в ней тренируется 19 человек. Открой ты для себя этот зрелищный спорт и поддержи вологодских футболистов. Игра состоится по адресу улица Варенцовая, 1 с 11 до 14.00. Еще немного о спорте. 6 апреля на площади революции пройдет традиционная общегородская зарядка. Проведут ее тренеры детско-юношеской спортивной школы «Юность». Зарядиться энергией и бодростью могут все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. Начало в 9 часов утра. Не забыли мы и о творчестве. 8 апреля в молодежном центре «Горком-35» по адресу Советский проспект 24 пройдет уже полюбившийся многим волокжанам «Квартирник на Советском». В программе открытие выставки молодого художника Марии Жиренковой, выступления вологодских поэтов и музыкантов и множество приятных сюрпризов. Как всегда, вечер обещает быть очень ярким, насыщенным и атмосферным. Начало в 18.00. Вход свободный. А на этом у меня все. Кстати, сообщение о попадании в водные бассейны области катастрофического количества сомнительного вещества было первоапрельской шуткой. Ведь дегидроген монооксида – не что иное, как обычная вода. Но, тем не менее, весной выходить на лед все-таки опасно. А с вами была Юлия Савинцева. Смотрите «События дня» на ТНТ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok